День Города Кто на них имеет право, комментирует администрация города. Старенький, но родной. Почему жители города бережно хранят свои запорожцы? Вместе с наледью упал и балкон. Обрушение произошло в ночь на 5 февраля. К счастью, пострадавших нет. Вот только в самом доме, кроме балкона, проблем хватает. Не покурить, выйти, не белье развесить. У жителей дома номер 8 по улице Колхозной закрыт один ход. Зато появился новый выход. Со второго этажа на улицу тоже можно выйти. Правда, выход этот будет немного травмоопасным. Балкон рухнул ночью. На него обрушилась наледь с крыши. Осколки льда, кирпичей и досок лежат мертвым грузом на закрытой территории. Люди не пострадали. Да и не выходят они уже на этот балкон около года. Благодаря заботе ЖО номер 1. Они подписали специальный документ с людьми. Был какой-то документ. Там, в общем, даже крест нарисовали или перей. Вообще забили его, чтобы туда они не выходили. Там же никто не упал. А об остальном ЖО позаботиться не смогло, говорят местные жители. Рядом с упавшим от наледи балконом есть упавшее и погнувшее забор дерево. А в самом доме несколько лет назад рухнул потолок. Кажется, здесь вообще ничего не держится. В 2017 году на кухне в одном крыле упал потолок. Его заделали и подперли досками. Сколько раз обращались, никаких двигов не было. А вроде как вот обрушилась, немножко подбили нам. И самое главное, что спросили, трупы есть? Вот были бы трупы, может нас быстрее бы отсюда вывели, а трупов нет. Значит, можно жить и дальше. А как жить? Все рушится, все валится. Вон у соседки в комнате обрушилась. Там тоже потолок грохнулся. В общем, не знаю. А в каждой квартире на втором этаже протекает крыша. В каждой. Все отвалится, вся чернота на тот угол затекает. Там розетка, может в любой момент замкнуть. Поврежденная мебель, обои, потолок. Проблемы, схожие в каждой комнате. Что еще хуже, сам дом на ладан дышит. Есть во всем этом и светлая полоса, но в груди образовавшейся пыли от падения балкона, потолка, протекающей крыши. Свет этот заметить сложно. Дом признан аварийным и жители планируют расселить. Он вообще аварийный, его должны расселить. Вроде бы, как говорится, что в этом году, в 19-м. А то, что там разваливаются, вы что, как будто этот один такой дом в Рязани, таких домов миллион в Рязани. И все они разваливаются, и их всех не расселяют. Обещались даже в 2019-м. Правда, год только начался, и когда жильцов ждет долгожданное расселение, неизвестно. Но здесь не то, что они. Почтальоны ходить боятся. Страшно, очень страшно ходить. Даже у них в подъезде лестницы такие страшные. Туда вот мы пенсию носим. Очень страшно ходить. Вообще невыносимо. Я не знаю, как еще можно смотреть на это безобразие. Это очень тяжело. Внутри обломанные кирпичи и рухнувший потолок. Снаружи сломанный фасад, рухнувший балкон и его пока что живые собратья. Правда, сам остов у них испещрен трещинами, а над ними нависают глыбы льда, которые при падении могут унести с собой не только балкон, но и человеческую жизнь. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Привычные для осени и весны проблемы начались зимой. В нашу редакцию поступают звонки со всего города с просьбой помочь. Крыши стали протекать во многих домах. Об одном из таких расскажет Валерий Седов. Вот отчетливо видно следы залития на потолке. Вот три пятна. Квартиру Елены затопило 3 февраля. Вода бежала по обоям, мебели. Ковер впитывал всю влагу. Пострадала также обувь и одежда. 4 числа утром я отнесла заявление в управляющую компанию. Все как положено, с ходящим номером. Мне приняли его. То есть я стала ожидать комиссию, которая придется оставить такт протечки. Явились они только вчера. Опять же, не просто так, а потому что мы их уже там шевелили и трясли очень сильно. То есть в том числе утром вчера ездили в управление энергетики ЖКХ. То есть в том числе по этому вопросу. О комиссии из управляющей компании Елена отзывается негативно. О запахе, который появился в комнате из-за застоявшейся воды. Эксперт сказал, что он принадлежит домашним животным. А залитий выразился простым. Два маленьких пятна. Пострадавшую мебель обувь попросил в акт не включать. Говорит, не возместят за это убытки. Сам акт мужчину составлять не стал. И просто удалился. Елена решила пойти другим путем. Я собираюсь сейчас вызывать независимого эксперта, чтобы оценить, потому что убытки достаточно большие. Плюс еще то, что осложняется все тем, что это жилая квартира, естественно. Невозможно просто взять и частично побелить или кусочек вырезать на полу и заменить. То есть это будет большая масштабная работа. Путь этот правильный, уверяют юристы. Акт – это первый шаг к возмещению ущерба. Необходимо составить акт о залитии помещения. Акт о залитии помещения составляет управляющая компания. Если же ваша управляющая компания увиливает и отказывается составлять данный акт, в данном случае необходимо привлечь другую управляющую компанию или ДСЖ. В данном акте необходимо указать причину залития, а также причиненный вред, указать, если какая-то мебель пострадала, а также площадь залитого помещения. Если причина залития неизвестна, то следует произвести экспертизу. После – оценка причиненного вреда и стоимости возмещения устранения недостатков. Необходимо написать претензию на управляющую компанию или иного виновника. Если они отказываются, то тогда следует обратиться в суд. Спор идет как защита прав потребителей. Госпошлина не оплачивается, а расходы ложатся на плечи виновника. Юристы также призывают обратиться в жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию. Проблема залития, к сожалению, сейчас актуальна как никогда. Из-за отипели весь растаявший снег попадает в квартиры верхних этажей. Причина почти одна и та же – недобросовестный ремонт крыши. Поэтому не стоит сидеть, сложа руки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Время выбрало нас. В Рязани открылась первая выставка фотографий, которые сохранились в личных архивах воинов-афганцев. На открытии из рук главы Рязани Юлии Рокотянской они получили памятные медали, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Уникальные фотографии, которые пришлось несколько месяцев собирать и реставрировать, чтобы открыть эту небольшую выставку. На всех воины-афганцы, сейчас проживающие в Рязанской области. Валерий Конопадский вспоминает, попал в Афган в январе 1980 года. Кадровые офицеры приехали сменить офицеров запаса, которые были призваны, как правило, из Средней Азии. Эти снимки сделали, когда Валерий Конопадский только приехал в Афган. Он проходил службу в 181-м мотострелковом полку 108-й дивизии, которая дислоцировалась в Баграме. Полк стоял под Кабулом. Что на память от службы остались всего четыре снимка. Это большая удача. Очень проблематично было разыскать тех людей, у кого в самом деле есть альбом афганский. На первом этапе, когда были введены наши войска в Афганистан, запрещалось снимать, запрещалось отправлять фотографии на родину. Это была проблема большая. Всего на выставке «Время выбрало нас» порядка 40 снимков. На каждом написано имя рязанца, участника тех событий. Открыть выставку в Дом общественных организаций приехала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская. Рокотянская выставка – это же как раз о конкретном физическом лице, о каждом человеке, который вырос в нашей рязанской школе, работает в наших рязанских организациях. И наши дети, и дальше внуки, у вас уже многих есть, они должны знать своих героев. И для нас очень важно нести эту цепь поколений, чтобы ребята понимали чувство патриотизма за нашу, за Россию, за Рязань. После открытия выставки воинам-афганцам глава муниципального образования Юлия Рокотянская вручила памятные медали – 30 лет выводу войск из Афганистана. Такие же получат и другие участники событий. Основные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоятся 15 февраля. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Где ставить автомобиль? В нашем городе становится все меньше бесплатного парковочного пространства. Несмотря на то, что определенным категориям граждан по закону положены льготные места, не все в этом знают. В администрацию города и нашу телекомпанию постоянно поступают обращения граждан по этому вопросу. Подробности в нашем следующем сюжете. Платные парковки могут быть бесплатными, но только для определенных категорий населения. К ним относятся люди, чья недвижимость расположена в зоне платного парковочного пространства. Узнать, попадаете ли вы в список, можно на сайте администрации города Рязани, в разделе «Управление транспорта» под раздел «Платные парковки». Если улица Горького платная, то все дома, расположенные на улице Горького, собственники в этих домах могут воспользоваться такой услугой. Оформление парковочного свидетельства занимает не больше 10 дней. Обратиться можно в любое отделение МФЦ. На данный момент своим правом воспользовались уже около тысячи человек. Работает это так. Номер и марка автомобиля вносятся в специальный реестр. Эти машины штрафовать за неоплаченную парковку не будут. При этом внести можно сразу несколько автомобилей по числу собственников жилья. Подобная льгота распространяется и на многодетные семьи. Ей воспользовались около полутора тысяч человек. Процедура получения парковочного свидетельства точно такая же. Единственный момент – они имеют право оформить только один автомобиль на семью. И этот автомобиль должен принадлежать членам семьи, любому – маме, папе, либо совершеннолетним детям. Парковаться бесплатно также могут инвалиды первой и второй группы. При этом оставлять автомобили они могут как в общей зоне, так и в специальной, обозначенной знаком «Парковка для инвалидов». Список льготников планируют существенно расширить. Сделают это за счет внедрения системы бесплатного времени около социальных объектов. Пилотным проектом станет парковка около детского консультационного центра на улице Свободы. Планируем совместить программное обеспечение с регистратурой, с электронным талоном посещения. То есть человек, который по электронному талону приезжает на прием к врачу, должен освобождаться от оплаты. Сейчас о сроках говорить рано, ведь проект находится в стадии разработки. В случае успеха он будет масштабирован и на другие социальные объекты города. Напомним, что сейчас на территории Рязани расположено более 2000 платных парковок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям экономики. Банки предоставят жителям города более полную информацию по вкладам. По крайней мере, такую рекомендацию Банк России дал кредитным организациям. Теперь вкладчики узнают не только о максимально возможной ставке, но и о минимальной гарантированной ставке. Это позволит потребителям ориентироваться на банковском рынке. Эти сведения должны будут публиковаться на сайте организации и рекламных материалах. А также их будут сообщать клиентам перед заключением договора. Информацию о минимальной ставке по вкладу необходимо указывать на первой странице договора, выделяя ее квадратной рамкой, используя при этом читабельный шрифт. Процент должен быть обозначен как цифрами, так и прописными буквами. Специалисты советуют перед подписанием хорошо изучить условия договора. Запорожцы покинули авторынок. Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ. Возможно, на этом завершится история завода, но не история марки. Знаменитые запорожцы – участники парадов ретроавтомобилей. Владельцы не жалеют денег и сил на восстановление таких машин и поддержку их в рабочем состоянии. Жужик. Вот, давно не приезжали уже. Никита Кузнецов учится на первом курсе в Бауманке. Специальность – машиностроение, подводные роботы и аппараты. Он всегда мечтал о запорожце. У дедушки были две таких машины, и он часто рассказывал, как всей семьей они ездили отдыхать в Крым и Ялту. Этот запорожец Никита купил в 2016-м. Его пригнали из Череповца. Оплетка руля, она тоже советского периода, советского производства. Установлено уже, правда, многое, но все из тех времен. Приемник тоже мне отдал дедушка. Он у него хранился в гараже, тоже с одного из его запорожцев. У машины небольшой пробег, всего 4000 километров, поэтому вкладываться в ремонт не пришлось. В целом запчасти, конечно, есть, но качество их очень сомнительное, и чтобы найти какие-то хорошие запчасти, надо постараться. Либо же заниматься восстановлением оригинальных старых запчастей. Если заниматься полноценной реставрацией автомобиля и переведением заводского состояния из довольно-таки плачевного, это, конечно, выходит в большую сумму. Порядка 500-600 тысяч может спокойно это выйти. Никита и его запорожецы уже были участниками праздника на 1 мая и выезжали на ретро-фестиваль. Дороги ведет себя, конечно, в целом нормально, потому что особых неполадок они нет, но, конечно, все обращают внимание, все поворачивают головы, сигналят. Машина вызывает определенный интерес у окружающих, потому что в данное время уже, конечно, это редкость на наших дорогах. Запорожцы начали выпускать в 1960 году. Заднемоторные легковые автомобили особого малого класса пользовались большой популярностью в Советском Союзе. В первую очередь из-за цены они стоили дешевле, чем москвичи и «Волги». На главном конвейере запорожского автомобильного завода «Коммунар» двухмиллионный запорожец. По-особому относимся мы к этой малолитражке. Иногда шутливо, иногда ворчливо, но в основном с искренней симпатией. Производство запорожцев завершилось в 1994 году, а совсем недавно стало известно, что и сам запорожский завод прекращает работу. Никита Кузнецов после долгого перерыва сел за руль своего запорожца, но завести машину так и не удалось. Но он надеется, что к лету все неисправности удастся устранить. К тому же он планировал повторить маршрут, по которому ездил его дед, стать участником автопробега и доехать до Крыма. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – заболеваемость гриппом. Сегодня соцсети пестрили информацией о том, что в Рязани выявили гонконгский грипп. В связи с этим была открыта горячая линия по вопросам профилактики респираторных вирусных заболеваний. С 4 по 18 февраля специалисты службы ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Расскажут об основных правилах профилактики заболеваний, а также о необходимых мерах при появлении первых признаков недомогания. Звонки принимаются с 10 часов до 17 в понедельник и четверг, в пятницу с 9 до 16.45. Телефоны управления Роспотребнадзора по Рязанской области 8 800 100 22 62 92 89 30 92 98 50 92 98 08. Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области 25 32 06. Погода вновь вызывает опасения у сотрудников МЧС, которые прислали очередное метеопредупреждение. 6 и 7 февраля на территории региона в ночное время ожидается сильный снег. На дорогах сохранится гололедица. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok